народ всем привет у нас сегодня iMac 21 late 2012 года пришел с проблемой не устанавливается операционная система ошибка что с флешки что со внешнего диска но и также что через интернет но при этом со внешним он загружается и как бы работает ну все вот давайте в этом видео проведем диагностику и попробуем выяснить почему так происходит почему нереально установить на него систему так давайте посмотрим состояние жесткого диска в первую очередь смотрим smart жесткого 11 тысяч часов наработки smart зеленый но то есть проблем нет ошибок нету ошибки не обнаружено окей значит жестким диском у нас все в порядке переходим дальше форматируем его то есть подготавливаем под систему и попробуем установить нам надо самому получил видеть данную ошибку так мак макинтош макинтош какой тут же не созды тут же hdd так и д 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 нажимаем стереть все оставляем как есть ждем все диск мы стерли нажимаем готово сейчас он его подключит подключение диска все нажимаем готово закрываем дисковую телиту перемещаемся в дату 17 стоит нам нужно давайте поставим например у для каталины у нас каталины у нас 20 год либо 21 но пусть будет 21 сохранить хотя сейчас на дворе у нас апрель 22 года все запускаем установщик установщик где у нас каталина так вот она каталина так установщик вроде как бы запустился ждем так ну давай все нажимаем продолжить принять принять выбираем наш наш д д вводим пароль текущей системы все остается нам только ждать вот теперь я буду ждать нашу ошибку но все я поставил специально видео на ускоренный процесс установки где-то 32 минуты занял ну общее и под самый конец установка прошла почти до конца наверно он просто был холодный и не добрался до обитых секторов памяти вот под конец он зациклился и как раз когда пришло время но выбор страны создание нового пользователя и так далее на этом моменте он как раз и начал перри загружаться ну то есть циклично сейчас я вам покажу этот момент вот она установка уже практически дошла все вот на этом моменте он почти под самый конец и доходит риска все серый экран и так по кругу кажись нашел все он на рубится в перезагрузку то есть на моменте установки ошибку не вызвал то есть мышка появляется вода сюда доходит и все сейчас серый экран и так по кругу то же самое вот смотрите сейчас хоп серый экран сейчас снова появится курсор вверху в левом углу пойдет опять как бы загрузка до этого момента и все вот видите все понятно на пять минут я отключил его включил и продолжил настройку пользователя 8 система поставилась с горя пополам а теперь мы сейчас все равно загрузимся со внешнего диска и наверно проведем диагностику оперативной памяти что-то мне подсказывает что у нас проблема с оперативкой все загрузились внешки то есть сперва мы будем из-под системы со внешнего диска проверять оперативную память ну и делать вообще диагностику используем при этом ты что у про программу достаточно неплохое приложение что-то вроде как бы аиды но только чисто под мак начнем с так сперва мы чек-лист очищаем это после предыдущей диагностики чтобы она здесь пусто было заходим в тест здесь ран тест вводим пароль текущую систему и все беспроводные так как у двенадцатого года не тринадцатого помните да были проблемы с этими с вай-фай модулем все думали что проблемы с видеокартой вот сенсоры видео память так дальше чего выбираем smart чек на всякий случай мы конечно мы проверяли вот все и вот самое главное memory тест так кулер обороты поднимает нормально компьютер конечно следует обслужить почистить от пыли заменить термпасты тут по краям есть у него пятна соответственно достаточно пыльный грязный все пасы то есть тест пасы сейчас что у нас сейчас у нас сенсоры идут то есть проверка всех датчиков по датчикам все хорошо иногда здесь просто красная линия если что-то не так под датчиком то есть видеопамяти просто прогоняет несколько этих адресов точнее несколько цветов память с видеопамяти нет проблем да у данных моделей и особо и не было так розовый по-моему завершающий черный завершающий все пасы прошел то есть видео памяти тест смарта жесткого диска прошел мы конечно через смарт-ателлита это проверили и вот пошел то есть оперативной памяти на то что у меня есть подозрение то есть этот тест он не пройдет но напишет файл ну то есть ошибка пока что все нормально стопроцентная нагрузка на процессор и также мы отсюда увидим через аистат что у нас идет стопроцентная нагрузка на процессор пока идет тест памяти здесь он не показывает что ошибки он просто пишет файл но типа то есть памяти не прошел а детально мы будем проверять уже через программу mentos то есть будем загружаться со внешнего юникса или вот то есть на базе юникса mentos на я mentos его называю хотя он мем тест на точке есть момент пройдем как раз для теста оперативки значит это на столе здесь так ничего там пока я ищу флешку мы ждем то есть памяти когда он его завершит так это именно хокодина это не нашел сейчас у меня вечный бардак но скоро закончится потому что я скоро с этого помещения я уже все еду как бы третий год скоро пойдет и сидеть здесь уже нет смысла во все нашел вот он mentos он сейчас мы на mentos вставим и про него так ничего там почему система не ставится потому что это как раз видео для тех людей которые как бы все хорошо и smart хорошие но не могут установить операционную систему что когда есть ошибки оперативной памяти либо стоят разнобойные модули ну то есть разные модули памяти такое может быть хотя здесь в маках обычно хорошая память стоит ну то есть конкретно в нем может стоять ну то есть черное это с макбока снятая у нас получается два гигабайта а там две по четыре стоят ну то есть не ну то есть обычные не эльки так ну чё там давай этот тест в принципе достаточно тут 8 гигабайт достаточно долго проходит плюс еще проц хорошо греет так чё там по температурам смотрим сенсоры по температурам тоже все нормально ну как 70 70 градусов для процессора это уже много термопаста уже давно уже рассохлась и требует замены фан 1400 оборотов так а сколько у него 1200 до стандарт сейчас посмотрим сколько у него стандарт пороговый 1400 ну правильно пороговый 1400 максимальный 2 970 почти 3000 здесь мы под датчиком то же самое так он пишет что здесь еще есть еще графическое ядро процессоре ну да это же 12 дискретная 640 на 512 байт стоит процессор съемный можно и носим третьего поколения поставить 3 серии да они не может быть пасы реально смотрите пишет пасы ну то есть заходим рекорд пишет пасы быть такого не может но тогда что мы делаем тогда мы заходим но выключаем компьютер загружаемся с ментоса и начинаем проверять нашу память что быть такого не может все вставляем флешку с тестом ментос мы загружаемся скорее всего она собрана на базе люникс или юникс достаточно долго грузится потому что работает оболочка с флешки и задействовано только одно ядро вот моим тест 86 вот все высыпались ошибки ну вот я же сказал что память битая память битая он уже сходу тест только начался он посыпались ошибки уже 20 штук нашел хотя то программа не знаю странно видимо через какое-то время память нагревается и начинает давать сбой но это не точно возможно так что вот посыпались ошибки все оставляю так посмотрим сколько там ошибок найдет в памяти но в общем диагностика проведена менять лучше конечно в паре но чтоб наверняка увидите больше 200 ошибок но чувствую станут под штук через какое-то время вот так как в рамках диагностики открыть закрыть стоит приличных денег потому что дисплей здесь вклеены переклеивать поэтому если кто-то хочет переустановить систему если не получается переустановить тогда используете копию резервные в резервную копию стой машин загружайтесь со флешки выбирайте копию с другого тома и просто разворачивайте на диск как-то можно ужиться какое-то время можно так поработать но в процессе работы могут компьютер может зависать иногда внезапно перезагружаться иногда циклично себя вести при старте при загрузке может не загружаться но в плане как циклично раз и на яблоке зависать вот поэтому желательно конечно оперативку заменить заменить старый жесткий диск уже на ssd уже что 2022 год на харде работать он уже не то медленный подтормаживать все равно будет вот ну и соответственно почистить от пыли заменить термопасту вот на этом все всех благодарю пишите что думаете в комментариях под этим видео но на этом все благодарю за просмотр пишите что думаете в комментариях под видео я читаю каждый комментарий по возможности отвечая но вы конечно заметили но это если кто из новеньких то старенький они уже прекрасно знает кот барсик передает всем привет да барсик барсики но к ну к ну к ну к привет передай что нужно сделать правильно подписаться на канал поставить лайк и по возможности сделать добровольный донат чтобы на этот донат мы басрику купили вкусняшек до басрики на басрики ай умница он смотрите как он старается умница но пока пока увидимся в следующем видео